Привет, друг! Ты на канале Киртоп. Ученые обнаружили на территории Баварии останки одной из первых пираньей Земли, чьи зубы были приспособлены для обдирания мяса с костей рыб, динозавров и других крупных животных юрского периода. Досмотри видео до конца и ты узнаешь, какой вид рыбы до сих пор живет в наши дни со времен динозавров. А перед просмотром поставь лайк под видео, чтобы не забыть. Спасибо, бро! Пиранья – пресноводная рыба, которая относится к классу лучеперой рыбы, подклассу новоперой рыбы, инфраклассу костистой рыбы, над отряду костнопузырные, отряду хороцеобразные. По поводу происхождения названия пираньи тоже существуют разные версии. Согласно одной из них, рыба названа от португальского слова пирата – пират. По другой версии, название происходит от слов пира и ания, которые на языке индейцев гуарани обозначают соответственно «рыба» и «злой». Иногда рыбу именуют речной гиеной – карибской рыбой, рыбой – дьяволом, зуб-рыбой – зубастым демоном, давая прозвища, которые характеризуют ее нрав и внешний вид. Как вариант используются названия «пирая» и «пирая». Вопреки сложившемуся стереотипу, среди десятков видов пираньевых больше половины употребляют растительную пищу. Существует даже разновидность, которая питается чешуей. Остальные виды – это типичные хищники, но только четыре из них особенно опасны для людей и животных. Все представители этого семейства рыб обладают очень плоскими зубами, приспособленными для одробления ракушек. «Поэтому открытие пираньи было подобно тому, если бы мы нашли овцу, чьи челюсти украшены зубами волка. Еще более удивительным был ее возраст. Все известные нам рыбы юрского периода проглатывали добычу целиком, а не отрывали куски от нее», рассказывает Мартина Кельбль из Юрского музея в Айхштете, Германия. Пираньи, обитающие в водах Амазонки и некоторых других рек Южной Америки, считаются самыми агрессивными рыбами на Земле. Они никогда не пропускают возможности напасть на животных или птиц, нападая огромными косяками на добычу и вырывая куски мяса из ее тела. Зачастую свои действия рыбы сопровождают характерным карканьем или лаем, значения которых ученые смогли расшифровать в октябре 2011 года. Как показывают раскопки, современные пираньи, несмотря на рекордную силу укуса, были карликами по сравнению с их древними родичами, жившими в Амазоне примерно 10-8 млн лет назад. К примеру, мегапираньи могли достигать длины в 70 см, и их челюсти обладали такой силой, что не могли легко откусить сантиметровый кусок от кости коровы или другого крупного животного. Кельбель и ее коллеги открыли относительно небольшую, но пока самую древнюю пиранью на Земле, проводя раскопки в центральных регионах Баварии, неподалеку от того места, где были найдены останки археоптерикса, древнейшей первоптицы. «Мы находили в этом районе Баварии отпечатки тела рыб, у которых отсутствовали куски плавников и другие части тела. Это очень похоже на то, какие травмы наносят рыбам современные пираньи. Плавники, как известно, отрастают обратно, что дает своеобразный неисчерпаемый источник пищи для этих агрессивных хищников», — объясняет Дэвид Белвуд, коллега Кельбель из университета Джеймса Кука в Таунсвилле, Австралия. Пираньи ведут стайный образ жизни. Он характерен как для молодых, так и для взрослых особей. В стаях они охотятся, и именно стайное нападение породило мрачную славу этих рыб. Поведение хищных пираньи в природе и в аквариуме отличается. Хищники, живущие в реке, агрессивны, ничего не боятся, нападают на жертву любой величины. Нападение пираньи происходит молниеносно и сразу всей стаи. Рыбы привлекают всплески и движения в воде. Почуявшую запах крови хищницу уже ничто не удержит. Очевидцы утверждают, что стая пираньи за одну минуту обгладывает до костей свинью весом до 50 кг. В неволе рыбки становятся пугливыми, а в стрессовых ситуациях они ведут себя неадекватно. При тряске аквариума и ударах по нему они заваливаются на бок и падают на дно, но быстро успокаиваются и приходят в себя. Два года назад Белвуд натолкнулся на крайне необычную окаменелость, найденную рядом с ее предположительными жертвами. По своему облику она была похожа на рыб из отряда Пикнодонтиформс, населявших мелководные коралловые рифы и питавшихся мелкими рычками и моллюсками. Ее обладательница, получившая имя Пиранхомесодон Пенатомус, не совсем вписывалась в их компанию. Ее челюсти, как показали рентгеновские снимки окаменелости, были усеяны пятью рядами острых зубов, имевших характерную кинжаловидную форму, встречающуюся сегодня среди амазонских пираний. Сами челюсти не могли открываться широко, но при этом обладали сумасшедшей силой укуса. Как полагают ученые, эти древние пираньи, как и их современные родичи, добывали себе пропитание быстро и агрессивно, нападая на более крупных и медлительных рыб и обкусывая им плавники, а также не брезгая тушами морских ящеров и динозавров, погибавшим по каким-то причинам в воде. Ее открытие, как отмечает Беллвуд, может говорить о том, что предки пираньи изначально жили не в пресноводных водоймах, а в коралловых рифах, откуда они уже могли попасть в Амазонку и другие реки Южной Америки. Аргентинские палеонтологи установили, что древние пираньи, населявшие речные долины Крайнозоя, достигали метра в длину. Это почти в четыре раза больше современных представителей хищного вида. Возраст окаменелости этой ископаемой рыбы насчитывает около 10 миллионов лет. Причем тщательное исследование палеонтологических данных позволило ученым восполнить пробел в эволюционных звеньях этого вида тропических рыб. Латимерий – единственный современный род кистеперовых рыб и в наше время считается живыми ископаемыми. Сейчас существует только два вида латимерий. Один обитает у восточного и южного побережья Африки, а второй был впервые описан лишь в 1997-1999 годах, возле острова Сулавеси в Индонезии. Интересно, что в данный момент ученые не знают, как выглядит молодая особь латимерий и где живут молодые рыбы в первые несколько лет своей жизни. При погружениях не было выявлено ни одной молодой особи. Считается, что латимерии зародились на Земле 300-400 миллионов лет назад. Если видео понравилось, то не стесняйся и подписывайся на канал. Тебя ждет еще много чего интересного и познавательного. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok